Skyforge — это MMORPG, созданная легендарной студией Obsidian. Кто не в курсе, это та студия, которая отвечала за Fallout New Vegas, за Pathfinder, за Pillars of Eternity. Сейчас эта студия принадлежит Microsoft, но перед этим они чуть не обанкротились в свое время, и Mail.ru в некотором роде спасла их, когда заказала у них Skyforge и Project Armata. Сейчас игрой занимаются Allot Steam. Я всегда восхищался стилистикой этой игры, сюжетом, лором, и в начале ее пути геймплей мне даже казался чем-то реально интересным. Однако, после дополнения «Новые горизонты» игра просто невероятно скатилась, растеряла свой основной онлайн и на данный момент представляет из себя... В общем, об этом мы сегодня и поговорим. Я вынужден напомнить, что рубрика «Не обзор» — это всего лишь рубрика с эмоциями и впечатлениями за одну игровую сессию. Она не претендует на объективность и не расскажет вам про игру. Она создана не для подробного рассказа о механике игры, она создана сугубо для того, чтобы посмотреть на ощущения от той или иной ММО. Для полноценных рассказов у меня есть обзорная рубрика. Уж если я берусь за обзор, то это полчаса хронометража минимум. А эта рубрика... Ну, чисто поржать и вспомнить какую-нибудь дрочильню. А перед началом я бы хотел порекомендовать вам Lost Ark — изометрическую фэнтезийную экшен ММОРПГ. Это самая красивая изометрия, которую я когда-либо видел. Тем более в ММО-сегменте. Главный фокус Lost Ark — в исследовании огромного и красочного, а самое главное — колоритного мира. Развитие своего персонажа, постоянные и очень сочные битвы с тоннами монстров ради тонны лута, а также ПВП. Конечно, есть в Lost Ark и куча мирных занятий, будь то рыбалка, охота, археология и многое другое. В мире Lost Ark реализован и морской контент. И у вашего героя есть корабль, который вы можете прокачивать. А еще к игре постоянно выходят обновы. Например, недавно добавили класс Скаут — это мастер дальнего боя, который воплощает в себе все технологическое превосходство Арды Тайна. И, конечно, новый хай-энд контент, вроде рейда на нового хранителя Аргоса, победа над которым, кстати, дает легендарное снаряжение. Бамбуковый остров — это место, хранящее множество тайн. Ну и, конечно, новые подземелья, а для любителей ПВП — новый сезон за крутые награды. Lost Ark не стоит на месте. Переходи по моей ссылке в описании, забирай подарочный набор, и исследуй чарующий мир игры. В общем, решил начать с самого начала, чтобы еще раз перепройти этот замечательный пролог. Боже мой, тут можно создавать тру гигантов. О, это я, смотрите. Можно подергать ползунки. О, смотрите, это тот самый дед из рекламы Теледва. Создадим Оби-Вана Кеноби, потому что мы можем. Можно сделать, кстати говоря, толерантного Оби-Вана Кеноби. Мы этого делать не будем. Всегда забавляло, что можно выбрать всякие очки, маски. Без маски, без перчатки не выходи. Имя персонажа — Уби-Ван Кеноби. Такие имя и фамилия уже используются. Не, ну ты прикинь, это будет Кенобис. О, офигенно графонистый пролог. Ну стилистика, кстати, блин, потрясающая. Вот меня всегда очень нравился Skyforge с точки зрения стилистики. Какая у них крутая легионерская броня. Окей, погнали. Этот пролог я, конечно, наизусть помню, но все равно приятно его перепройти. Ну да, сейчас графон уже, конечно, не впечатляет. Я бы, наверное, даже какой-нибудь решейдик бы накатил. Но я помню, когда игра только вышла. Она в каком вышла? Кажется, в пятнадцатом, если я не ошибаюсь. Меня ее ноутбук не тянул. Она была очень графониста на те времена. Мыши! Подходи по одному. Бах. Давай, убер дамаг. Сейчас, конечно, да, мыльновато. Но так ничего. Тени хорошо сделаны. Так, наш первый босс. Холода! Генерал котей! Получай, получай. На. Меня всегда раздражало, что нельзя просто зажать кнопку. Вот прям всегда смущало в боевке Скайфорджа. Нет, чтобы просто зажать кнопку и спамить лайт-атаками, и потом сдавать. Как типа в Невер Винтере. Здесь обязательно надо закликивать. Вот это вот кликанье. Вот это вот. Вот это вот. Держи, там. Сейчас мы подтянемся. Сложная боевка. Очень сложная боевая система. Рояли с кустов. В виде жнеца и толпы крыс. Он похож на главного злодея из Котора. Пошла заруба! Слоу-моушен! В лучших традициях индийских фильмов. Нечестно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да там от тела уже ничего не осталось, там нас просто по кусочкам расхерачили. Я кстати не помню, нам по сюжету объясняют, нет? Почему кто-то становится бессмертным? А кто-то нет? В нас пробудилась сила. Причем здесь что-то даже типа автобега есть. Хотя насколько я помню, он не совсем хорошо работает. Но это уже в некотором роде почеркал от Steam. Женец тоже стилистический выглядит очень здорово. Больше слоу-моушена, больше. Сейчас ультанем. Бдыщ! Не пойму, то ли Зевс, то ли Орес. Кредитки принимаешь? Пошел расколбас. Смерть непобедима. Закликаю, закликаю до смерти. Можно еще кстати его вот так вот в таргет взять. Ну кстати говоря, с геймпада Skyforge гораздо привлекательнее, скажем так, ощущается. По крайней мере там это закликивание не настолько по мозгам бьет. Все, мы попадаем в главный город. Русская озвучка, конечно, дешевенькая, но зато родные голоса звучат. И кстати, я помню, когда только вышло, все в этом Флавии увидели отсылку на Баттлфилда Овервотча. Или как его там зовут правильно, я не помню. Так, нам надо выбрать класс. Паладин, Криомант, Ранитель Света и все самые лучшие, конечно, и нам недоступны. Но кстати, меня прям это дико раздражает. Меня вот это всегда в Skyforge раздражало. Что самые интересные классы, до них надо ковырять и ковырять и ковырять и ковырять. Ревенант, Пиромант. Кстати, вот Ревенанта и Пироманта я не помню. Мастер Тени помню, Лучника Кинетика помню и очень классный Богатырь, но он почему-то не прогрузился. Эй, Богатырь! Ну давайте выберем Криоманта, потому что, во-первых, меня тянет на кастеров и, во-вторых, за него очень быстро гриндить на старте. Пиу, 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 пиу. Бдыщ! Мощная АОЕшка. Ну или не совсем мощная, ладно. Заряжаем сосульку. Пасаси. Пасаси. Вот я хочу такого же, но только фаера. Надо как можно будет быстрее открыть Пироманта. Вообще, у меня любимые классы здесь. Это, наверное, Богатырь. Меня дико по стилистике заходит. Берсерк тоже очень классный. Остальные как-то так, постольку-поскольку. О! Бдыщ! Вертушка! Игра, где есть вертушка, уже априори не может считаться плохой. Энчантикс! Волшебная пыль! Я феечка Винкс. Прислушайся. Ты слышишь? Миллионы голосов по всей планете взывают к нам. Просят помощи. Умоляют о защите. Не слышу. Давайте посмотрим, во что они превратили мини-карту. Мать моя женщина! Проблема в том, что это похоже на какую-то чертову мобилку. Что они сделали со старым добрым атласом? Что это? Что это за мобилка линейная? Бля. Какой кошмар, а боже ты мой. Мне это не нравится, честно. Бум. Бум. Вы ведь знаете, что можете ориентироваться по карте местности. Да ладно. Рубрика «Офигительные советы». Блин, по-моему, масуха дамажит сильнее, чем эта сосулька. Раз сосулька, два сосулька, три сосулька. Где экзекут? Экзекут. Нифига себе крыса. Мастер сплинтер протеин ужахнул. Ну-ка, интересно, а если просто его заспамить? Да, это, наверное, была не очень хорошая идея. Но вот этот тап-таргет штука удобная. Опа. Ну хотя нет, все равно сосулька нормально так по пол хлебала сносит. Минус большая мышь. Опять какого-то рядового хлопнули. Он даже не успел крикнуть «Валиндра!» Ваш персонаж погиб. Когда успел? Эй, крыса. Я вернулся. Он буйный какой-то. Так, увернулись. Он что-то какими-то грошами дамажит, серьезно. Ну-ка, мне интересно. Он вообще меня хоть сколько-то дамажит. Ну-ка. Ммм, один процент. Серьезно. Один процент? А, воу. Не-не-не, он вошел в бирсу. Ой, как больно. Ай, ай, ой. О, обожаю вот эту тему. Без премиума ты получаешь 931. Но ты можешь купить премиум, и ты получишь в два раза больше. А, и сходу мне тычат специальными предложениями. Слышь, купи. А че купить-то? А че купить-то? Я кликнул, чтобы он мне показал, че купить. Сейчас вам доступны храмы лишь трех классов, но проходя кампанию, вы сможете открыть доступ к множеству новых. И проблема в том, что даже если ты их откроешь, тебе на них еще гриндить придется очень много. Ну, либо донатить. Ну вот, к примеру. Грубо говоря, в следующем акте мы сможем открыть берсерка. И либо мы должны будем до него так гриндить. Ну вот, смотрите, искры преображения. У нас в наличии целых 500 штук. Нам не хватает всего каких-то 24 500. Ну, в принципе, копейки. А вот если вы хотите открыть кого-то еще, например, лучника, акустика. Кто вообще хочет открыть акустика? Вот он, пиромант. Я хочу открыть пироманта. И пироманта ты сможешь открыть за 35 косарей этих искр, либо за 16 тысяч кристаллов. А сейчас, кстати говоря, будет немножко уличной магии. Я хлопну в ладоши, и я резко ощучусь... Ощучусь... Короче, смотрите. Внимание! Отстань. Как вы помните, да, когда-то давно я на стриме даже задонатил в эту игру те самые несчастные 750 рублей и открыл, мать его, берсерк. За него будет чуть-чуть все это дело поинтереснее проходить. Я остановился... Кстати, я остановился аж на целой гликерии. Гликерии. Как правильно? Гликерии. Так, давайте посмотрим. Прям осталось вспомнить, как играть за берсерка. Бум! Ага, вот на единицу вертушка. Ну, самый главный скилл, как бы, вертушка. И вот эта добивалка его, мясная, мне прям дико нравится. Вум-вум-вум-вум-вум-вум-вум-вум-вум. Так, вот это мы для бурста прожимаем. Ага. Это наша ульта. Запилил. Так, стяжечка, стяжечка. Уи-и-и-и. Ну, что-то они как-то долго ковыряются. Наверное, мне надо оружие получше купить. Но у меня, что-то говорю, с дамагом прям все очень плохо. Так, наверное, слушай, мне надо бы свалить отсюда, я вот что думаю. Двадцать шестой левел. Полонский опытный завод. Давайте попробуем сюда сходить. Лок-Тар-Угар! Да, здесь уже немножко полегче. Можно подобрать пушку. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Знаете, из Skyforge мог получиться неплохой шутер. Потому что слэшер из него откровенно такое. Эрос. Бирсу. Запилили одного. Запилили второго. Увернулись. Запилили третьего. Вот кого надо в Сибири лес валить. Так, исполин сотрясатель. Минус один. Ай. По-моему, меня сотрясли немножко сильнее. Закликаю до смерти, закликаю. Хардкорно. Пиз... Не знаю, в Невери как-то, наверное, поинтереснее будет, как мне кажется. Не знаю, это, конечно, все дико субъективно. И я уверен, что кому-то такая боевка заходит. Но лично... Лично на меня она немножко тоску вгоняет. Типа, чтобы ее хоть как-то разнообразить, они сделали вот эту вот систему комбинаций. Но, блин. И запилили танк. Запилили ремонтника. Вероятность встретить его здесь составляла менее 1%. О, повезло, повезло. Вот на самом деле я сейчас хочу сделать одну очень прикольную вещь. Ну, в принципе, я думаю, ничего страшного, если отойду буквально на секунду. Сейчас, подождите, я должен это сделать. Я должен это сделать. Вот на самом деле сейчас играет моя кошка. Даже она может справиться с этим боссом без всяких проблем. Вы думаете, я вру? В смысле, я не вру. Вот мышка, вот кошка. Давай, Шаня, херач его. Молодец, ты просто молодец. Давай, давай, лапой, лапой. Нажимай, нажимай лапой. Тьма, я холюсь. Хорошая кошка, правильно. Фарми, фарми для хозяина. Зачем нам китайцы? За нас будут коты фармить. Был бы у меня такой кот, я бы, может, и не женился вовсе. Ну, кстати, если вообще ничего не нажимать, то я, может быть, даже смогу умереть. Какие же эти босс-файты затянутые, ёперныш-то театра. Ну, сделайте вы сложную тактику. Чтоб прям меня задницу имели. Чтобы был какой-то челлендж. Ну, не это ёбанное закликивание. Ну, что это за дичь, а, ну, ёбанное. Чтобы донатные пухи брали. Так вы мне покажите, где эту донатную пуху взять. Я даже задонатить готов, лишь бы не страдать. Проблема в том, что игра становится гораздо интереснее, когда ты просто подбираешь какое-нибудь оружие. Это очень странно, что ваша классовая механика менее интересна, чем двухкнопочное оружие, которое ты подбираешь. Я думаю, не этого добивались обсидианы. Но этого добились АЛОД СТИМ. Кажется, я под текстур... Бл***ь, я под текстур... Сука! Я под текстуры добивалкой провалился. Какой же это трэш, ёперный театр. А выбраться-то как отсюда? Всё, что надо знать про Skyforge 2021. Эй! Алё! АЛОД СТИМ! Знаете, а я ведь даже в это задонатить хотел, прикиньте, да? Ну-ка, подожди, может, на маунте получится. Я чувствую запах качественной MMORPG. О, да! Где донат-шоп? Я хочу задонатить в эту потрясающую игру. Наборы. Классовый супернабор за 50 тысяч. Открывает доступ ко всем игровым классам. А когда-то это было самой настоящей и, знаете, такой очень крутой фишкой этой игры. Что только не сделаешь ради контента. По-моему, я единственный, кто донатит ещё в эту помойку. Ваш платёж обрабатывается. Успешно. Вам начислено 6 бонусов. Давайте сменим на пираманта. Бум! Так, опять? Опять танк. Нифига, смотри чё. Видал, да? Понеслась, родимая. О, смотри, он. Видал, как он жгёт, а? И всё, что надо было сделать, надо было просто задонатить. И игра резко становится веселее. Пуф, пуф, пуф. Ну-ка давай. Оп! Гори, гори. У нас всё ещё, конечно, 26 ранг, но мы, наверное, попробуем что-нибудь потяжелее. Например, вот этот 29 ранга. Вот этот огненный котик, это прикольно. Так, вот это, это просто блинг? Или это какой-то дамажащий скилл, я не совсем понимаю. А, смотри, это кольца, через которые мы можем пробегать. Надо же. Типа это, знаешь, как порталы у чернокнижника в Варкрафте. Разряжаем немножко, сносим ему несколько полосок. Но всё равно не хватает ещё пары скиллов каких-нибудь для набора ресурса. И добиваем. Вот это хорошо было, вот это сочно, вот это, вот это мощно. Так, ну давайте попробуем прям совсем по хардкору, что ледник мы не могли пройти в прошлый раз за берсерка, попробуем пройти его за пираманта. Может быть прокатит. Ну поехали. Раз, два, три. Котика. Интересно. Как странно, как правило эти существа не поднимаются. Раз, два, три. Ха-ха. Союз юмористов. Это не туристы, как я и предупреждала. Внимание. Можно отключить шутки. Не думаю, что это туристы. Пошути про туристов ещё раз. Давай, скажи это. Союз юмориста. Нормально. Шутка за шуткой. Это знаете, Грю, как в какой-то мобилке. Повысить ранг. Хотя у нас уже целый 27 ранг. Ещё ранг. 32 ранг. У нас 34 ранг. И также повышаем наше могущество. Повышаем нашу боевую мощь. Вот опять же, как в мобилке. Вот у вас там есть всякая вот эта боевая мощь. Там ваш гирскор. Вот это вот всё. Типичные мобилки. А, у меня ещё и 0 ритуалов доступно. Но я могу за вот эту валюту ещё на 5 себе продлить. То есть здесь ещё и этакий кап есть. Опять же, как в мобилке. Хотите восстановить энергию? На свитче играбельно. Честно, не тестил. И даже если бы у меня был свитч, я бы это говно вряд ли ставил бы на свитч. Да как ты затрахал? Нет, в смысле, это что, шутка или чё? Я бог! Я могу уничтожить одним взрывом целую кучу противников. Ой, мням, мням. Не слепите меня, мням. Я боюсь вспышек. Так, ну-ка. А в чём прикол? Типа, в чём логика этого скилла? Так, подожди, я пытаюсь понять. Типа, у меня есть вот эта вот массуха, у меня есть вот эта массуха. А эта там мне ещё нахрена. Тем более, которая делает примерно всё то же самое, что делает скилл на правую кнопку мыши. У неё, кстати, даже дамаг достаточно похож. Не так яростно защищают эти обломки. Если наша группа успела хоть что-то узнать, данные должны были остаться в их лагере. Постарайся найти их. Да кому какое до этого дело, если всё равно вы меня сейчас отправите на квест, где мне надо просто будет кого-нибудь убить. Уничтожьте бракованных механоидов. Вот это она мне в смысле всё рассказала для того, чтобы выдать очередной гриндовый квест. Поэтому сбегай туда, сбегай сюда, собери вот эти данные, собери вот те данные. Ты ж, бог, тебе больше заняться нечем, кроме как бегать и собирать странные планшеты. Давай, давай, вот ещё планшетик собери обязательно, давай. Да, да, давай, вперёд, вперёд, давай. Учёные здесь ничего на этой локации не понимают. Я ещё в текстурах опять, походу, застрял. Причём проблема в том, что подобных локаций одна или две в каждом акте. И вот тебе, типа, в каждом акте надо вот это вот всё проходить. Не, ну вы просто посмотрите. Смотрите, 19 этапов одного только гриндового квеста. Второй этап из 19, где нужно уничтожить стражей воздуха, уничтожить зефира. А таких квестов на этой локации просто овер дохренай. Их, типа, вот, обратите внимание, сколько здесь гринда. То есть это 10 этапов механической армии, всё завязано на гринде. 14 этапов заботы учёных, всё завязано на гринде. 2 из 19 тоже гринд. Помощь — это гринд. И Миленские пещеры, но это общий, я так понял. Это общее вот это вот. Так я же говорю, дело-то не в гринде. Дело в том, что он какой-то максимально душный. Я не понимаю, говорю, почему. То ли, говорю, из-за самой по себе вот этой классовой механики крайне припизнутой. Просто боёвка, она ощущается как-то максимально рвана. Вот опять же, Neverwinter вышел гораздо раньше, но там боёвка, даже с абсолютно похожей системой автотаргета прилипала, она гораздо плавнее как-то и гораздо более челувее. Причём, что касаемо мейн-цепочки, она тоже как-то, знаете, не особо-то интересная. Ты тоже просто бегаешь от точки А в точку Б, из точки Б в точку С, потом вернуться в точку Б, потом бежать до точки Д. И вот так вот через всю локацию, попутно выполняя огромное количество всяких гриндовых активностей. Так вот, я же говорю, что раньше хотя бы у тебя была мотивация на открытие классов, не знаю, на закрытие вот этого Атласа и за счёт Атласа играть-то было гораздо интереснее. А сейчас это какая-то сраная мобилка, ну серьёзно, ну что вот это такое всё? Не, я просто, конечно, я абсолютно уверен, что до моих эмоций доебаются люди, которые, не знаю, в этот Skyforge задротят, хотя я не уверен, что такие ещё остались. Активировал с одной кнопки какую-то хрень. Вот это накал страстей! Ооо, ты не ушибся! Ожогов нет! Да я на кнопочку, блять, нажал. Как я слышал по инсайдам, Skyforge сейчас в минус работает, причём в очень жирный минус. И единственное, почему мейлы его не закрывают, как в случае с Аллодами, это из-за репутационных потерь. То есть, по факту, мейлу сейчас, на данный момент, вообще не нужна большая часть игр. Если рассматривать политику мейлрус с этой точки зрения, они же не держат игры на долгую перспективу. То есть, подобные игры типа Skyforge им вообще не интересны. То есть, они их так поддерживают, ну так, чисто по приколу, знаешь. Ооо, нифига себе, мы наконец-то это сделали. Да вообще, пи***ь, пройти кнопочки потыкать. Не надо, пожалуйста, не надо со мной связываться, удалите мой номер, а меня для вас не существует. Я умер. Давайте попробуем сходим куда-нибудь. Попробуем сходим куда-нибудь в групповую. Может, групповые активности здесь поинтереснее будут. Божественность 12 тысяч. А, сходу чувак прожимает божественную форму. Мне чисто хочется докачаться до ульты пироманта. Посмотри, что она из себя представляет. Блин, все такое резкое. Не знаю, все взрывается. Где плавность? Капец. Вот у всех такие какие-то резкие движения, не иммерсивные. Это больше раздражает. Вот видишь, нет, у меня уже глаза, блин, немножко устали. А циферки в миллион, круто, да. То есть, во-первых, дикие проблемы со звуком, из-за того, что очень много всяких эффектов. Короче, все эти звуки, они смешиваются. Из-за этого начинаются какие-то дикие лаги со звуком. Я не знаю, как это работает. Давайте просто остановимся и... Да, давайте на сегодня закончим. Я вам так скажу, друзья. Итак, что я могу сказать по Скайфорджу? Выглядит все очень печально. Конечно, все это очень субъективно, но тут свое мнение как раз-то я и высказываю. Так вот, графически игра ощущается неплохо. До сих пор у нее очень приятная стилистика, очень неплохой графон, приятные тени. С точки зрения графики для ММО, все отлично. Боевая система же мне показалась невероятно душной. По сравнению с Невер Винтером кромсать мобов в Скайфорже чересчур уныло. Выше своего ранга особо не попрыгаешь, на твоих же рангах мобы, ну, почти не дают тебе челленджа. Зато файт с ними затянут так, что просто помогите. Убийство Атласа это была роковая ошибка, которую совершили Алод Стим, чтобы оказуалить игру и протануть ее на консоли. Это, разумеется, никто не схавал, в том числе и консольная аудитория. Если раньше ты играл ради закрытия Атласа, и это было чем-то реально интересным, с разными маршрутами, разными способами достижения тех или иных точек в Атласе, ты смотрел, какие награды тебе нужны, ради этих определенных ресурсов. Допустим, сейчас тебе нужны красные искры, а потом тебе нужны были синие, и вот так ты бегал в разные локи и разные данжи и фармил, фармил, фармил. Сейчас это тупо линейное дрочиво с довольно душной боевкой, с кучей доната, с лимитами. Вот еще не хватает автобоя. Скайфорж превратился в какое-то страшное подобие мобилки старого образца. И вот ради этого были убиты Алоды, обсидианы сделали великолепную игру с большим потенциалом. А Лодс Тим все угробили. Играть в Скайфорже в 2021 я бы не рекомендовал. Увы, но эту игру уже не спасти. Даже обзор делать я на нее не хочу. Тратить на это время бессмысленно. Есть гораздо более интересные проекты, которые вполне еще живут. Если ролик был полезен, не забывай ставить лайк, подписываться на канал, а также заглядывать по ссылочкам в описании. Ну и оставляй один или несколько комментариев в поддержку. Играл ли ты в Скайфорж? За какой класс? Что вообще думаешь про эту игру? Пиши в комменты, я все читаю. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.